Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики! Снова перед вами говорящая голова И речь сегодня пойдет о беспроводной передаче энергии Секунду Алло Нормально успеет Не засекал, около восьми Около восьми Ну все, пока Он не звонит сейчас, зачем? Ой, ладно 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 Я немного занят Ладно? Пока Так вот, дорогие друзья, дорогие подписчики Сегодня речь пойдет о беспроводной и однопроводной передаче энергии по Тесле Как он это делал Не только видел теоретически, а как он это делал И я кое-что на основе этого вам в конце сформулирую то, что скрыто между строк Так скажем Хотя я эту тему уже затрагивал в нескольких прошлых видео Представлюсь для тех, кто смотрит впервые Это я, Тарас Юрий Владимирович Ведущий специалист компании «Электром» Мы почти 10 лет занимаемся производством энергодвигающих устройств А, надо просто соблюдать соотношение нагрузочной мощности И насколько МИМ рассчитан У нас, допустим, МИМ-63 Все и дальнейшие за ним стоят в металлических ящиках Которые уже являются радиаторами А все, что до него МИМ-32, МИМ-50 Они как бы бюджетный вариант И мы сразу говорим, что не перегружать их Хотя температура корпуса может достигать 70 градусов Обычно они не перегреваются Не перегружайте просто-напросто И тогда все будет нормально Лучше ставить, конечно, запасы Мы всегда рекомендуем запасы Так вот, мы свои энергоберегающие устройства уже 10 лет производим Статистика большая на работе у нас произведена Поэтому, если ставите наш минимизатор на вводе на все помещение Можете экономить в районе 30% А если Меркурий-230 РТ, у вас трехфазный То с ним можете экономить до 70% на абсолютно законных основаниях Согласно нашему законодательству Так что, просто соблюдайте мощностные характеристики Не перегружайте Или если у вас, допустим, вы живете в теплом климате Вот мы их в Туркмении отправляли, в Азербайджан и так далее В Вьетнам даже отправляли Там жара постоянно Так что, просто обеспечивайте хороший теплоотвод То есть, не упаковывайте Не закрывайте ничем Вешайте в свободное стояние Чтобы была или естественная циркуляция Ну и в крайнем случае поставьте вентилятор Хотя мы вот на трехфазном МИМ-63 и выше МИМ-100 и выше Уже заведомо ставим вентилятор Не важно, нужен вам, понадобится, но вам не понадобится Ну на всякий случай ставим Вот на тот случай Если вы хотите сэкономить То есть, просто на марку минимизатора Чтобы не переплачивать, но нагружать слишком много Вот в таком плане, в таком разрезе Просто следуйте нашим рекомендациям просто-напросто И все Так вот, к нашей теме как раз перейдем Ну, я вам сейчас зачитаю Здесь такая, у меня подраздел статьи Называется Ток или электродинамические явления Ну, начнем, а там потом разберемся, что к чему До сих пор мои выступления были посвящены эффектам Вызванным меняющейся электростатической силой В изолирующей среде Такой, как воздух Воздух у нас практически как вакуум А вакуум у нас сильная изолирующая среда Воздух немного, чуть-чуть не изолирующая среда Но, как Тесла заметил, что вот грань между сильной изолирующей средой И не изолирующей средой Она самая благоприятная для распространения электростатических эффектов и колебаний Поэтому даже вакуум не полностью откачанный Там не находится много газа Дает больше эффект, чем если воздуха слишком много Или воздух отсутствует вообще Вот в таком плане Когда такая сила действует в крупном проводнике Она вызывает в нем или на его поверхности Электрические деформации И порождает электрический ток А он приводит к иного рода явлениям Некоторые из которых я сейчас пытаюсь продемонстрировать Вы поняли суть? Она вызывает в нем или на его поверхности Как высокочастотный ток бежит по верху провода Он уже об этом здесь говорит И на его поверхности вызывает электрические деформации То есть ток передается посредством столкновения молекул То есть получается волна Как он говорил там, когда бежит частица Раздвигает эфир в разные стороны Начинает колебать внутри атомарную структуру Просто-напросто получается передача энергии за счет волны И к тому же она привязана к эфирным частицам Которые создают электромагнитное поле И вот эта вся масса Вся эта движуха идет по проводам За счет механических колебаний Это Тесла сам признает При представлении этой второй группы явлений Я обращаюсь к тем из них Которые можно показать Не пользуясь обратным контуром В надежде заинтересовать вас новизной Сложилась давняя традиция По причине недостатка опыта работы С колеблющимися токами По которой считалось Что электрический ток Это нечто Циркулирующее В замкнутом проводящем контуре Как у нас сейчас практически используется Фаза нагрузка 0 И трансформатор Все закольцовано Поразительным открытием Стал тот факт Что ток может течь в контуре Даже если он разомкнут Еще более удивительное Что иногда даже легче создать Электрический ток В таких условиях Чем в замкнутой цепи Но эта старая идея Постепенно отступает Даже среди практиков И вскоре будет совсем забыта Ну я здесь Немножко Как бы с ним согласен Но Толика сомнения Есть в чем Что все равно Ток движется На замкнутой цепи И по моему мнению Но В каком плане Здесь он Ток Направляет Высокочастотный Восковольтный На Один провод Через нагрузку И казалось бы Все Но на самом деле Ток продолжает Течь через воздух Опять к земле И к источнику Тока и напряжения Все равно Цепь получается Замкнутой Он это просто Дело отбрасывает Потому что он Показать хочет Внешние эффекты Как это Как бы движется По одному проводу На самом деле Все это закольцовано Если дело Если в вакууме Вот эту систему Запустить По одному проводу Она работать не будет Если это чистый вакуум И там нет никаких молекул Потому что Если есть молекулы Газа Вся цепь Получается Закороченная Все равно Электричество Бежит по Замкнутому Контуру Ну вы сами Я думаю Многие об этом Знаете В курсе Ну здесь Он описывает Передачу По Одному проводу Я зачитаю Здесь немного Чтобы вы были Просто в курсе Как он это делал Если я соединю Металлическую пластину С одним из выводов Катушки индуктивности Даже если Пластина хорошо Изолирована По проводу Течет ток Когда катушка Включается Во первых Я хотел бы привести Доказательство того Что по соединительному Проводу Течет ток Самым очевидным Доказательством будет Если мы Включим в цепь Между пластиной И выводом катушки Тонкий провод Из платины Представляете Какой он все таки Был зажиточный человек Сами знаете Сколько стоит платина А во многих своих Эспериментах Он использовал платину То есть платина Дороже золота То есть продав Свои изобретения Вестингауза Он имел Довольно Хорошие деньги И тем более Это еще Наверное до того Как он башню строил И у него появился Спонсор То есть это Человек Себя обеспечил Популяризируя Свои разработки И продавая их Молодец Коммерческая Жилка у него Прослеживающаяся Всю жизнь И Зря говорят Что он был Не такой богатый Всю жизнь Прожил в гостинице Которую денежки Тоже стоит Постоянно платить И использовал И золото И платину И здесь вот Как у него еще такое Я материал не знаю Что это такое Нейзельбер Вот Провод из платина Или нейзельбер И доведем его До накала Или расплавим Он даже не жалел Платину Расплавлять ее Широкой души Денежный человек Для этого требуется Довольно большая Пластина Либо ток Высокого потенциала Либо ток Высокого потенциала И частоты То есть может быть Низкий потенциал И низкая частота Но пластина Должна быть большая Или наоборот Пластина небольшая Но высокая частота Высокий потенциал Можно сделать И по другому Взять катушку Из тонкого Изолированного провода И включить ее Последовательно Между пластиной И выводом Когда я соединяю Концы этой катушки С пластиной А другой С выводом Катушки индуктивности И включая ее Через катушку Течет ток И ее существование Можно продемонстрировать Разными способами Например Я вставляю в катушку Железный сердечник Так как ток Высокой частоты Хоть и небольшой силы Вскоре сердечник Ощутимо нагревается Так как наблюдается Запаздывание фазы И при такой высокой частоте Потери тока Значительно Другими словами Создав Частоту От 200 тысяч Герц И Миллиона Вольт Табличные Не подойдут Они Если без радиатора Максимум 10-15 ампер Могу пропустить Они должны Быть прижаты Радиатором Тогда не пропускает Большой ток А радиатор Во-первых И большие габариты И стоит Может стоить 2-3 раза дороже Чем Самого тиристора Поэтому Перейдем дальше Поэтому Представляете Миллион вольт 200 тысяч Герц Конечно При таких характеристиках Можно передавать Энергию И по одному проводу Он брал Подцелял К одной Из концов катушки Просто провод Включал в него В разрыв провода Трансформатор тока По нашим представлениям Просто трансформатор тока И со вторички Трансформатор тока Снимал напряжение Или вот Как он здесь говорил Вместо Подключал Железный стержень Тогда он нагревался Потому что Токи высокой частоты Получался Он нагревался Чтобы продемонстрировать Что ток бежит Или в дальнейшем Включал лампочку То есть просто В разрыв провода Вставил трансформатор тока И вторички Включал лампочку И она горела По одному проводу Наши Современники Могут добиться Только Вилки Авраменко Друзья мои Ведь все написано Все нарисовано Вот просто Повторяй Все здесь как написано Наматывай Крути Добивайся частоты Нужных размеров Даже размеры Приведены Все Вот просто повтори Вот для дурака Просто наоборот И получи то что он Получил А вы здесь какие то Сочиняйте вилки Авраменко По проводу По одному проводу Электричество По одному проводу Передается Дилетантство Яй Бог Дальше Так Можно взять сердечник Определенного размера Составной Или нет Не важно Но обычно Железный провод Толщиной Одной шестнадцатой Или одной восьмого дюйма Вполне сгодится Все перед вами Все размеры Все материалы Вот ток лепи И все Во время работы катушки Ток пронизывает Включенную в цепь Вторую катушку И несколько мгновений Достаточно для того Чтобы размягчить воск И сделать так Чтобы картонная прокладка П выпала Он просто Соединил вторичку Проводом Прилепил на нее На воске Картоночку И когда Пластин нагрелся Воск расплавился Картонка упала Просто продемонстрировал Что греется Провод А не того Что там Руками нагрелся Или просто С теплого помещения Принесли Но при помощи Той аппаратуры Что есть у меня Можно провести Более интересную Демонстрацию У меня имеется Вторичная обводка С грубого провода Намотана на катушку Подобно первой В предыдущем опыте Сила тока в катушке Была мала Но вследствие Большого числа витков Тем не менее Достигался эффект Сильного нагрева Если бы я пропустил Такой ток через проводник Чтобы продемонстрировать Его нагрев Желаемого эффекта Можно было бы И не достигнуть Но с такой катушкой Имеющей подобную Вторичную обмотку Как трансформатор тока Я могу преобразовать Слабенький ток Высокого напряжения Который проходит Через первичную катушку В сильный вторичный ток Низкого напряжения То есть если В трансформатор токи Есть обмотка Для подключения прибора И есть толстый шин С которой проходит Большой ток То есть если наоборот К его катушке Подключить именно вторичку Вот если тонким проводом Для прибора То на большой шине Можно получить большой ток У меня есть Кстати на канале Видел Когда я Включал Минимизатор Конденсатор Трансформатор тока Толстую шину И в обратную шину Включал И практически Замыкая эту толстую шину Между собой Получил сварочный эффект То есть практически Полувольта напряжения И ток под 300 ампер То что он здесь получал На высоковольтной части То есть эксперимент этот В принципе Тесловский повторен Только на более низком При более низком напряжении И низкой частоте И этот ток сделает То что я от него хочу В стеклянную трубку Я поместил Витой платиновый провод Витой платиновый провод Длина Длиннющая Большую щедержище Хотя может быть В то время Платина может не так ценилась Как золото Не знаю Поместил витой платиновый провод Для того чтобы защитить его С обоих концов трубки В нее запаяны Выводы толстого провода В котором соединены Концы платиного провода Я соединяю Выводы вторичной обводки С этими выводами И включаю Первичную обводку Между изолирной пластиной И выводами Катушки индуктивности Как и прежде Когда катушка включается Платинный провод Моментально накаляется И может расплавиться Даже если он толстый Ну толстый Пропорционально Проводочий То есть он сделал Просто лампочку Нить накаля Которая у него Из платина была Ну как я понимаю Золото, платина Они обладают Очень низким сопротивлением Но при высокой частоте Сопротивление Достаточно большое Получается Согласно Нашим физическим канонам Что она получилась Как обычная Вольфрама Нить накала Вместо платину провода Теперь беру Обычно 50 вольтовую лампочку В 16 свечей Друзья мои Все написано Габариты Размеры Материал Твори только выдумывай А вы какой-то Вилковрамик Собирайте Когда я включаю катушку Нить накаля Лампы моментально Нагревается Однако нет необходимости Использовать изолированную Пластину Так как лампа Накаляется Даже если пластина Отсоединена Вторичную обмотку Можно соединить С первичной Как показано Пунктиром на рисунке Для того чтобы Исключить электростатическую Индукцию Или другим образом Изменить работу Это устройство Здесь у меня схема Обычного трансформатора Напряжения Автотрансформатор Когда первичка Соединяется Со вторичкой Просто-напросто Такой же Точно такой же Но в данном случае Здесь он это Последственно сделал И подключал уже Нагрузку В виде там Вот этой Импровизированной Лампочки Накаляной С платиновой С платиновой Пружинкой Просто-напросто Другими словами Взял провод К одному концу Подсоединил Трансформатор тока Вторичку Трансформатор тока Соединил С первичным Трансформатором тока Там же все-таки Один виток есть То есть Сначала большой виток Подключил Где прибор подключается Соединил его С более толстым Проводом Это силовой шиной Просто-напросто Грубо говоря И уже пластина Уже ему не нужна И уже Как Вот Ко всей этой цепочке Он подключил Лампочку Вот эту Презирную Накаливание И все Но Практически Получается Что вы Делаете 200 тысяч Герц Миллион вольт Берете один провод Подключаете к нему Любую нагрузку Можете лампочку Напрямую Можете Трансформатор Преобразовывать Это высокое Напряжение Миллион вольт И 200 герц В низкую частоту Низкое напряжение Большой ток И Используется По своим нужным Здесь он уже Демонстрировал Включение И электродвигателя И трансформатора И лампочки Ну мы сейчас Подытожим И не будем Подробности давать Потому что они И так уже Ясны Здесь можно Обратить внимание На несколько Интересных Моментов Касательно Лампы Во-первых Я отсоединяю Один из выводов Лампы От вторичной Обмотки Ну толстой шины Как я говорил Во время работы Катушки Индуктивности Заметно свечение Наполняющее Всю лампу Это свечение Возникает Благодаря Электростатической Индукции Оно Усиливается Если лампу Взять В руку Добавив Таким образом Емкость Человеческого Тела Ко вторичной Цепи Что я вчера И говорил Емкость Человеческого Тела Ко вторичной Цепи Когда лампа Одна поверхность Лампы Внешне Является Одной обкладкой Конденсатора А внутренней Первой обкладкой Конденсатора А когда человек Добавляет Отрицательный Электрод В роли Отрицательного Электрода Просто-напросто Энергия Идет уже С человека Заряжая Вот эта внешняя Обкладка Конденсатора Таким образом Человеке Выполняет Роль Емкости Давайте мы В конце Затронем Этот момент Вторичная Обмотка По своему действию Приравнился К металлическому Кожуху Помещенному Рядом С первичной Обмоткой Если бы Вторичная Обмотка Или ее Эквивалент Кожух Размещались Симметрично По отношению К первичной То электростатическая Индукция Была бы равна Нулю Таким Эти момент При обычных Условиях То есть Когда используется Первичная Обратная Цепь Так как Обе половины Нейтрализуют Действие Друг друга Это в обычной Ситуации Не при высокочастотной А высокочастотной Уже эффект другой Вторичная Обмотка Фактически Расположена Симметрично По отношению К первичной Но действие Обеих Половин Последней Когда только Один из ее Вывода Соединен С катушкой Индуктивности Неравномерна Поэтому Имеет место Электростатическая Индукция Отсюда Равновесить действие Обеих Половин Первичной Обмотки Присоединив Другой Свободный Вывод Ее К изолированной Пластине Как в предыдущем Опыте Присоединение Пластины Свечение Пропадает Если Присоединить Пластину Поменьше То свечение Пропадает Не полностью И способствует Яркости Накала Нити Когда вторичная Обмотка Замкнута Нагревая Воздух В колбе То есть Площадь Пластины Должна быть Соответственно Электромагнитному Полю Вокруг Провода Если Будет слишком Большое Она Не сможет Служить Как он говорил Здесь Генератором Электростатической Индукции А вот Когда она Соразмерна Поле Которое Генерирует Вот этот Провод С катушки Одинаково То есть Количество Положительных Допустим Зарядов На Проводе Должно соответствовать Отрицательным Зарядам На Пластине Чтобы они Вошли В взаимодействие Ну как я Делал вывод Из этого Далее Я могу Представить Вашему Вниманию Еще один Интересный Момент Когда Пластина Отсоединена От вторичной Обмотки Конец Ее Свободен Мы можем Поднести К нему Небольшой Предмет И заметим Слабые Искрения Что указывает На то Что в данном Случа Электростатической Индукции Мала Но Если вторичная Обмотка Замкнута На себя Или через Лампу Как я говорил Трансформатор Тока Протечка Перевиска Замкнута На себя Как Нагрузка Электростатическая Индукция В данном Случа Гораздо Сильнее Так как Замкнутая Вторичная Обмотка Подразумевает Более Сильный Ток Через Вторичную Обмотку А именно Через Ту Ее Часть Действует С катушкой Индуктивности Если Теперь Взять Лампу В руку То Емкость Вторичной Обмотки В соотношении С Первичной Дополнится Емкость Тела Экспериментатора То есть Все тело Становится Пластиной То есть Когда Вы за провод Цепляетесь Через Трансформатор Все тело Делается Пластиной Емкость Тела Экспериментатора И яркость Нити Увеличится Причем Накал Увеличится Частично В средстве Более Сильного Тока В нити А частично В средстве Молекулярной Бомбардировки Разряженного Газа В колбе В данном Случае Я здесь Подразумеваю Что тело Человека Является Именно Как раз Заземлением И оно Является Генератором Отрицательных Зарядов Согласно Современной Физике То есть Он генерирует За счет Высокой Частоты Высокого Напряжения Положительные Заряды Тело Человека Выступает Генератором Или Вмещающим Отрицательных Зарядов С Украины Без проблем Мы частенько Отправляем Туда Ну В данном В Украину Можно произвести Только перечисление С карты На карту То есть На карту Виза Оплачиваете Стоимость В интернет Магазине Просто-напросто Виза Международная Система Там Перечисление Легко Мгновенно Практически Проходит И мы Отправляем Ваш адрес Посылку Больше других Способов Где-то вообще Сами задайте Какое отношение С Украиной Но вот эта Лазейка Она есть Просто на карту Кидаете На визу Там В любой валюте Долларах Евро Рубли Хотя она вряд ли Не у вас там есть Можете есть И все И мы вам отправляем Ну Про нашу честность Можете прочитать Я думаю В интернете У нас В этой тату Ни одного прокола Не было Мы всегда честно Поступаем Со всеми покупателями Так Дальше Предыдущие опыты Готовят нас К следующим Интересным результатам Полученным В ходе Дальнейших Изысканий Поскольку я могу Добиться появления Тока В изолированном Проводе Просто соединив Один его конец С источником Электрической энергии И с помощью этого тока Могу индуцировать Другой ток На магнитик Железный сердечник Или выражаясь Короче Проводить все действия Так будто Использую Обратную цепь Очевидно Могу завести Мотор При помощи Только одного Провода Ну это Особ проблем нет Если лампочка Загорается То и мотор Можете Спокойно Можете Спокойно завести Просто на просто Ну мы про мотор Здесь не будем Выяснять Это так понятно У нас моторы кстати Разные Асинхронные Синхронные Щелочные Без разницы Ему достаточно просто Особенно гистерезисные Они особо Не привередливые Ни к частоте Ни к уровню напряжения Практически работают От всякой херни Просто на просто Мне кажется Будет не лишним Если я приведу Несколько своих мыслей Касательно работа Электрических устройств От одного Провода Вот это важно Представляется очевидно Что при использовании Высокочастотных Токов Заземления По крайней мере Как ЭДС Так Представляется очевидно Что при использовании Высокочастотных Токов Заземления По крайней мере Когда ЭДС Токов Высока Лучше Чем обратная цепь Я всегда об этом говорю. Заземляйтесь. С этим можно поспорить, когда используются низкочастотные и постоянные токи по причине их разрушительного химического воздействия, а также помех, которые они создают для окружающих электроприборов. О чём я прекрасно вам и показывал, как у нас щёточный электродвигатель практически останавливает всё цифровое телевидение. Но в случае с высокочастотными токами эти факторы практически отсутствуют. Вот, друзья мои, отсутствуют. Поэтому низкими частотами можно сбить высокие частоты, в данном случае от цифровой телевидения. А вот высокими на высокие практически не получится. И всё же даже заземление становится излишним, когда ЭДС достаточно высока, так как вскоре будет достигнут рубеж, когда ток можно будет более экономично передавать. Пожалуйста. По разомкнутой, а не замкнутой цепи. Какой бы отдалённой не казалась возможность промышленно использования такого способа передачи, тому, кто не опытен в экспериментах такого рода, она не покажется таковой тому, кто посвятил некоторое время исследованию в данном направлении. И в самом деле я не понимаю, почему такая схема может показаться непрактичной. Не вижу также, зачем обязательно надо переменять токи высокой частоты, ибо если достичь потенциала в 30 тысяч вольт, передача через один провод может осуществляться и при низкой частоте, но и проводиться опытом в этом направлении. Друзья мои, берёте импульсный блок питания, на нём, как правило, или вот эти электронные трансформаторы, на нём, как правило, 35-40 тысяч герц, что она предлагает, частота. Делайте на нём высокий потенциал, то есть наматывайте катушечку вашу, тесловскую, высокую, просто-напросто, и вперёд передавайте энергию по одному проводу. По одному или без проводов вообще. Ну, где-то в этом направлении. Потому что берёте трансформатор электронный, поцепляете к нему катушку восковольтную, соответствующую сечению, и получаете ольшущее электростатическое поле для передачи вот этой энергии. Так, что там дальше? Ну, здесь всё, практически всё. Чувствительность можно довести до крайнего значения, как настроив частоту, что сама первичная обмотка, когда ничего не соединяется с её свободным концом, удовлетворяет совместно с замкнутым вторичным условием резонанса. То есть можно ввести в резонанс. Ну, как правило, резонанс – это просто максимальная амплитуда на вершине частоты. Амплитуда – это высокое напряжение. То есть можно с меньшим количеством витков добиться практически такого же высокого напряжения, как и с большим количеством витков. То есть выигрыш в материаловидении просто-напросто. При таких условиях даже небольшое изменение ёмкости свободного вывода приводит к большим изменениям. Например, мне удалось так настроить устройство, что простое приближение человека к катушкам производит значительное изменение яркости накала ламп. Человек выступил как ёмкость. Но в данном случае, как я вам говорю, он генерирует потенциал, допустим, положительной частоты. Человек является потенциалом отрицательной частоты. Он подходит к его приборам и начинает течь ток через воздух, через лампу в тело человека. Ну, или обратно. Получается замкнутый контур, как в обычных проводах с обычной нагрузкой. Лампочка, естественно, начинает светиться ярче. Я вот просто с высоты нашего 21 века сужу. Например, мне удалось настроить устройство, что простое приближение человека к катушкам производит значительное изменение яркости накала ламп, соединенных со вторичной обмоткой. Такие наблюдения и опыты в настоящее время, конечно, имеют чисто научный интерес, но вскоре они смогут иметь и практическую пользу. Датчик приближения сделал, так скажем, еще в конце 19 века. Очень высокие частоты, конечно, непрактичны для использования в моторах, так и требуют применения железного сердечника. Но можно использовать броски низкой частоты и так добиться преимущества применения высокочастотных токов, когда железный сердечник не перестанет чувствовать изменения, и это не повлияет значительно затраты энергии в нем. То есть он греется, просто там железно греется. Поэтому и перешли при высокочастот на феррит, чтобы не грелось. Я обнаружил, что вполне практично при помощи таких низкочастотных бросковых разрядов эксплуатировать моторы переменного тока. Ну, как он в предыдущей лекции говорил, он просто выход высокочастотной катушки соединял с лейдерской банкой, ну, с конденсатором, который позволяет снизить резко частоту, увеличить на обкладках величину заряда, и через разрядник просто-напросто, который дает пульсирующий режим, как наш минимизатор, в режиме обнуления счетчиков, зарядился-разрядился, зарядился-разрядился, добиться низкой частоты и увеличения тока. Можно включать, пожалуйста, любой мотор, хоть освещение. Это он обрисовал еще в предыдущей лекции. Может, я не затруднил подробности это? Ну, вот так там было. Он повторяет здесь. Группа таких моторов была разработана, но несколько лет назад. Они содержат замкнутые вторичные цепи и вращаются довольно резво, когда разряды направлены через возбуждающие катушки. Одной из причин, почему такой мотор хорошо работает при таких разрядах, является сдвиг по фазе между первичными и вторичными контурами в 90 градусов, чего не бывает при гармонических колебаниях низкочастотных токов. Он использовал реактивную инновидию. Все. Напоследок я хочу вот что вырисовать. Тесла поставил башню. Закачивал в нее, то есть создавал генерацию положительных зарядов. У него стояла штырь, антенна. При большом разности потенциалов, высокой частоте, заряды испускались штырем, допустим, вверх. И били в верхние слои атмосферы, в ионосферу, растекаясь там. И получалось, что заряд размывался просто-напросто. Поэтому свечение атмосферы было и так далее. А он правильно придумал, ведь это, чтобы увеличить КПД этой вещи, он сделал бублик. То есть, грубо говоря, дымовое кольцо. Вращается воздух в виде кольца. Он может расширяться. Обычно, когда колечко делают, оно сначала маленькое, потом большое, 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 потом растворяется. Но, вот это, в самой теле бублика, там повышенная величина частиц в дыме. В данном случае и частиц, и электромагнитных зарядов, генерируемым бубликом. То есть, штырь генерирует положительные потенциалы. Они расходятся на поверхность бублика. А так как он генератор, то есть он насос, он выбрасывает эти заряды вверх. Они, естественно, закручиваются вокруг бублика и улетают вверх. Когда у нас земля круглая, то есть над башней закругленная поверхность. Если бы штырь бил просто положительные заряды вверх, она бы разбивалась об ионосферу и растекалась, теряя силу. А когда он бубликом взлетает в ионосферу, и бублик начинает расширяться по всему земному шару. То есть в момент выстрела вот этим электромагнитным бубликом свечение атмосферы, большое количество зарядов, вообще большая концентрация положительных зарядов в этом месте. Но по мере распространения бублика, вокруг он же все кольцом расширяется, расширяется вокруг земного шара. Заряды как бы раздвигаются дальше, 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 дальше. Но, обойдя весь земной шар, бублик-то снова начинает сжиматься. Сжимается до такой степени, у него увеличивается большая концентрация положительных зарядов. Он уже по пути своем собрал эти положительные заряды с атмосферы, там где газовые фронты, где ионосферы, где у нас ионизированный слой, защищающий атмосферу от всплесков на Солнце. Вот эти заряды он еще собрал дополнительно, то есть в инерции, по инерции. И когда с обратной стороны земного шара в районе Тунгусский вот это кольцо стремительно стало сжиматься, образуя шар положительных зарядов, ну вы видели, сами бросали камень в воду, смотрели на Ютубе или в телевидении, когда капает капля в воду, начинают расходиться круги, а потом капля выбрасывается обратно, вверх, шариком. Так вот представьте, вот эту фигуру на обратной стороне планеты в районе Тунгусский. То есть вот этот, он своим бубликом сделал это колечко, оно растянулось вокруг земного шара, как прозерватив, кольцо, потом с обратной стороны опять соединился в это колечко, в шар, образовало каплю, то есть огромный земной шар. Раз положительные заряды скопились в этом месте, естественно, освещение атмосферы, то есть он практически создал шаровую молнию в этом месте, то есть положительные заряды скопились в одном месте. А как он говорил, эфир может течь, и он сжимаем. То есть вот эти заряды сильно концентрируются в одном месте. Практически это атомный взрыв, то есть это принцип срабатывания атомной бомбы. То есть в атомной бомбе что там? Ну, грубо говоря, два куска урана, там плутония, два куска, они на определенном расстоянии друг от друга, вокруг заряд находится, пороховой, допустим, или тротиловый, этот тротиловый пороховой заряд взрывается, мгновенно, на огромной скорости вбивает один кусок плутония в другой. То есть получается огромное давление, что разрушает атомы. И все это выбрасывается наружу. То есть здесь принцип такой же. То есть вот этот бублик сжался в этот шар, он продолжает все сжиматься, 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 потому что инерционность очень большая, количество положений зарядов очень большие, оно начинает сжиматься в огромный шар. Естественно, он здесь постоянно говорит, при высокой частоте происходит нагрев среды, там металла, воздуха нагрев, свечение образуется постоянно. То есть вот эти положительные заряды, когда соединялись вместе, естественно, там нагрев, положительные заряды, света полно, поэтому там местные рыболовы, рыбаки говорят, там небо осветилось, летел огненный шар. И когда в это место оно просто вот так соединилось с этим шаром, оно находится в верхних слоях атмосферы, между нижним слоем атмосферы, носят положительный заряд, сконцентрированный, и оно как капля под действием гравитации, все-таки это вещество, классно, начинает стекать вниз, то навстречу ему, там же тайга, сосны, иглы, это люстра чужевского в природном исполнении. То есть тайга, это люстра чужевского в природном исполнении. То есть отрицательный потенциал земли накапливается на иголках этих сосен, елей, отрицательный потенциал. И тут на него стекает положительный шар с положительным потенциалом. Естественно, происходит, как в Лейденской банке, между шариками пробой. Естественно, отрицательный потенциал молнии бьет в этот шар положительной энергии. Происходит аннигиляция просто-напросто. Шар просто-напросто взрывается. У него там вещества нету практически, за исключением газа, воздуха и пыли. Все это дело взрывается, как в атомном взрыве просто-напросто. Бьет ударной волной вниз, оголяя сосны, то есть одни тычки остаются, а взрывная волна, которая пошла по бокам, повалила весь лес. Вот просто-напросто. Я там что-то читал в какой-то другом месте, что Тесла говорил, что он выстрелил, удар пошел в Луну, отразился. Ну, туда, к Луне, можете, пошло эфирная волна. Просто-напросто. А вот волна ионизации, связанная с материальным частином, пошла как раз вокруг. Соединилась внизу и вдарила маму Негорюйку. И здесь напрашивается такой вывод. Вот у нас противоракетная техника С-300, С-400, С-500, даже С-600. То есть на 600 километров защищает периметр. А можно создать СС-100500. По такому же принципу. С-100500 рекламирует канал другой юморист одного. Хотя не нравится, что у меня матом ругается. Мне это как уши заворачивает. Когда-то матом ругается на Ютубе. Я не люблю смотреть видео, где ругаются матом. Молодежь может нравиться, мне не нравится. Вот С-100500. По какому принципу? Везет вот этот огромный трейлер, который ввозит ракета, везет катушку, вот эту башню Тесла на себе. Ставит ее вертикально. У нас в 90-х годах такие изобретатели сделали подземную ракету. То есть брали ракету, втыкали ее просто в землю, как кол. Поджигали фитил. И она стремительно в глину уносилась внутрь. И там показано было отверстие. Довольно нехилое такое. Голубакова проникала. Вот такая. Он ставит эту башню Тесла. Внутри ракета бьет вниз, делает дырку заземляющую, а потом выстреливает этими положительными пучком с этого перевозимого бублика в атмосферу. И где бы машина не стояла, там в Сибири, где-нибудь на плато Плуторана, вот это, Пуарана, она или в Дальней Сибири, пропорционально с обратной стороны можно поражать любой объект на территории нашей Америки, или в океане, если пропорционально почитать, куда эта волна и где сконцентрируется. Попробуй от такой техники уберечься. Никаким образом. Это абсолютное оружие. Просто-напросто. Абсолютное оружие. Когда просто, да и, может быть, возможно, таким способом можно и смерч концентрировать. Никто не проверял, что смерч за счет чего образуется. А тоже, скорее всего, из-за разности потенциалов. Ну, естественно, воздушных потоков и так далее. Все это смешно, все это взаимозависимо. Но вот такой СС-100500, пожалуй, было бы интересно сделать просто-напросто. Хотя бы небольшой образецчик. Американцы этот харп делают. У них плоские антенны, радиоантенны. Они просто греют на асферу, там, где мы живем. Ионосферу греют просто-напросто. Вызывая локальный нагрев, чтобы туда атмосферную массу проходили. Пытаясь эти воздушные реки, которые находятся там, где выше самолета летают, там же постоянно ветра дует, используют для своих целей. Направляя в одном месте это ветровой поток в одном направлении, и чтобы он закручивался в другом направлении, скорее всего. Вот этим они, скорее всего, и занимаются. А вот такую пушку, тесловскую, делать на передвожной базе было бы довольно интересно. Так что так, друзья. На этом сегодня все. Под этим стримом в описании, там нажмете три буковки «Еще», найдете ссылку на наш сайт, на сайт интернет-магазин «Сдек Маркет», где мы продаем наши устройства энергосберегающие для экономии в районе 30%, в районе 70%, на законных основаниях. Отправляем в любую страну мира, куда хотите отправить. Практически доставка бесплатная. Заказывайте, получайте, экономьте. Мало того, может быть, обрадую, два минимизатора закажете, третий пришлем бесплатно. Так что, друзья мои, заказывайте два минимизатора, третий вам бесплатно. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, буду рад почитать, буду рад ответить. Так что, всего вам доброго, всем удачи, как говорится, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok